приветствую вас дорогие мои друзья у себя на канале саду мечтательницы сегодня 16 июля я на даче и давайте сегодня со мной прогуляемся какую бы нам тему с вами задать вообще изначально я хотела отдельное видео снять по пихтам по пихтам но так как стоит такая душа ища жара огромное количество растений у меня притянены и большинство из них пик поэтому получится совершенно не полноценный обзор по пихтам вот я обещала я это сделаю дальше я еще обещала в этом видео показать вам елочку spring sunrise который мне прислали с хойной коллекции они вообще молодцы им большое спасибо сейчас мы с вами наверное обойдем посмотрим мой участок как он выглядит на 16 июля а вот и потом уже подойдем к елочке spring sunrise еще я обещала туда я все обещал обещала в комментариях показать посадку spring sunrise но вот это ребят я не могу а выполнить потому что у меня там папа своим личным делам там муж брал камеру на работу и поэтому я не могла это снять так как стоит такая сильная жара держать растения в горшке это жестоко лучше конечно на эту жару переносит растения от земли поэтому я быстро посадил снимать на телефон я не стала телефон у меня тут еще тот дербунчик вот но я обязательно посажу я обязательно покажу как-нибудь посадку другого растения но это не первая последняя моя посадка в принципе мои посадки я думаю ничем не отличается от остальных но если обещала как-нибудь показать я покажу вот поэтому spring sunrise я посадила и мы сейчас подойдем вам к ней с вами к ней и я покажу смотрите сейчас вот так выглядит мой участок на клумбах очень много табуреток очень много кресел очень много стульев каркасных укрытий потому что очень жарко и многие растения у меня только-только посажены и конечно я считаю нужным них притянить плюс у меня были тоже свежие посадки ну тут как бы сам бог велел притянить вот так сейчас на ой посмотрите давайте посмотрим у меня смотрите расцвел мы подсолнух это красное солнышко он у меня как змей горыноч будет трехглавый посмотрите какой он красивый первый пошел очень нравится я сажала два сорта два сорта один чтобы там симочки лузгать детям а второй так для красоты вот пока красное солнышко расцвел так давайте посмотрим с этой стороны набирает свет уже лилийники посмотрите они набирают свет и уже сразу закрывается потому что так жарко очень тяжко для лилий для роз и всех цветущих такое ослепляющая удушающая такая жара ухты ухты я сама как первый раз ходишь смотришь что новенького канадская розочка это по моему маккензи по моему маккензи так ну что давайте просто обзорная знаю все любят обзорные экскурсии таки смотреть а знаете почему я так считаю потому что я такая же люблю вот и люблю когда вот так показывают обзор на смотреть потому что только только вот тыкают тыкают на растения показывают газон ноги и растения хочется конечно обзор на смотреть вот со стороны как что выглядит ну а потом уже конечно послушать что-нибудь интересненькое про растюшки так чего новенького да когда плана нету какой-то съемки все импровизация потом думаю что забыл все забыл так если вы обратили внимание у меня притянена сказка лиственница рекуверт ребят я приехала я посмотрю она стоит соляйте желтая у меня чуть не разорвало сердце отливаю я ее и так я и отливаю день проливаю hb101 по 20 капель но посмотрим вот я вам сейчас покажу выглядит она грустно и возможно не очухается все таки она была повреждена заморозками плюс у нее там от корней две нитки она оказалась в огромном горшке но это горшок как всегда засыпан торфом а там был ком с тремя ниточками вот я уже мартин саду писала но ничего ведь мы вам живую лиственницу дали ваши проблемы поэтому вполне возможно что я могу рекуверт потерять вот ну буду любом случае здесь я вижу лиственницу рекуверт ладно давайте не будем не будем о грустном давайте пройдемся с вами вот так я вам покажу как выглядит сейчас моя клумба видите где-то табуретки притеняя пикты очень жарко я еще хочу сказать что у нас здесь вообще аномальная зона вы не поверите за последние три месяца у нас его было два дождя два дождя льет вот вокруг нас без нас вообще вот у нас два дождя был ребят два дождя вот смотрите так сразу что бросается в глаза бросается новая посадка на месте барбариса вот эта елочка сесилия елочка сесилия вот мне кажется она здесь будет очень актуально вот я ее притянила все как положено мне кажется я о своем здоровье так не забочусь как забочусь о своих елочках бронз так что хотел с вами поделиться все таки а мои друзья здесь я вижу три бронза не знаю мне прям очень хочется попробовать значит вот у меня один бронз мне значит надо будет сюда купить бронз и на место скумпии скумпия у меня так и не вылезла мне кажется она израсходовал свой ресурс обрезки ну или возможно какая-то другая причина но итог вот такой такой красивой розочка здесь у меня вон притяненный spring fire spring fire что вам еще показать вам показывающий один spring fire долго он у меня тамился в тенечке он еще spring fire видите все притяняю так ну здесь мы с вами все видели давайте будем ходить по незнакомым местам ну правда здесь тоже были мы сейчас посмотрим потом где-нибудь приткнемся и будем с вами более тщательно растение рассматривать вот такой розарий такой розарий мне кажется красиво развалил у меня пузырь и плотник и фиг с ним не хочу им заниматься так здесь смотрите мне как разрослась хвоста будет видимо она огромная но со временем будет оголяться ножка у ротор аустров ну и хоста как это обнимет обнимет ствол вот такая здесь шикарная роза а здесь пересажена сандерс блюх я вам покажу с какого места потому что на то место я посадила герман нау я его изначально это не видела так что вот у меня пересажены сюда сандерс блю и тут ей будет неплохо место я нашла для канадской елки канадской елочки и уже круто так давайте пойдем пик . меня вот такая она мне красотка давайте пойдем в эту часть участка акракона это ребят все-таки это главка глобоза видела я у своей знакомой елочка главка глобоза 30 лет и она здоровая полноценная елка так что если вы не будете отсекать у глобозы макушки то подушка быстро превратится в полноценный елку так что поэтому это все-таки не пересорт это главка глобоза и у своей вновь купленный я буду обязательно отсекать макушки мой хорсман мой хорсман красавец мне все-таки вот эта форма хорсмана очень нравится и если вы увидите хорсман с отсеченным стволом скорее всего потом стволов у вас будет несколько как у змей горыныча вот он мне нужно была такая фактура с одной головой самые умные самые красивые и чтобы он не был широкий мне кажется вот если вот у него отсечь его главную макушку вот он и превращается вот огромная огромная четыре на четыре стену а мне все-таки здесь нужна не стена а такой вот чудо-юдо с одной головой так ну что у меня здесь 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 я посадила вместо сандерсблю я посадила герман наук и даже притянила я в такую жару свою топовую дорогущую елочку я притянила вот в такую жаре еще здесь была посажена если помните здесь была дыра здесь посажен вот такой вот якобсон вот такой вот мой якобсон смотрите классный тоже он притянил вот это место видите я так его некрасиво расширила вообще есть планах в эту субботу но с планами делиться это соответственно сразу провалить ну ладно поделюсь отключилась камера от перегрева но с планами поделиться надо потому что тогда я себя бежу надо будет это сделать будем мы уже объединять вот объединять вот это клумбу делать поэтому здесь такие вот открапления но это потом все сделается будет видно скорее всего очень долгое время здесь потом черный материал будет лежать потому что но еще мы не можем купить себе отсыпки но когда-нибудь все купится так ну здесь вот так вот все выглядит красивые юбилей санкт-петербурга но хотел бы я не по этой клумбе конечно пройтись вот это сильвершоп абсолютно классная какая помпанелки уже отцветают на такой жаре люксор просто божественный вот этот дрищ это айзель фастегиат обыкновенная сосна она такая худая потому что большая часть своей жизни жила в тени вот но она была пересажена и вот она наконец видите в конце начала уже пушиться очень многие эту сосну ругает потому что ее разваливают снегом то есть отвисает ветки некрасиво ушами вот но я вот своим лайфхаком поделюсь раз уж у меня уже 3 так завелся будем его любить ему помогать вот так вот я подвязываю к таким большим веткам вот прицепляя не веревка прицепляя резинкой и все у меня все классно ничего не разваливать здесь ребята есть какая красавица уже прижилась пихторогов по дворе ставите и пятую зону вот пихторогов иван павел 2 мой ванечка вот смотрите очень мягкий очень классный в этом году без шишек вот в этом году без шишек два года у меня уже зимует сам и размер уже ну метр девяносто метр девяносто наверно смело так вот это елочка на пятерочку а моя глава купленка пози все белобока белобока а вот их огромное такое кресло 2 белобока вот это пойдет на пересадку а вот это ну пусть здесь радует мне очень нравится и форм она очень необычная какая-то вся корявая такая это кресло такта ну классно уже отцветает лилии так ну вообще я хотела пройтись по другой по другой клумбе ну давайте с вами пойдем и где-нибудь все-таки приткнемся по клумбе пройдемся вот это ребят сюда я посадила кубру садила кубру вот вот эти вот гортозюшки у меня еще не цветут и скорее всего не расцветут так ну давайте пройдемся с вами вот сюда посмотрим как она все выглядит смотрите нигиши нигиши уже такая уже под восстановилась много притененки у меня здесь тоже смотрите вот гортензия у меня здесь уже зацвела тут таких было три хвоста но оставила я два хвоста срезаны были здесь эти васильки буду их убирать буду их убирать потому что они снытью заросли сныть оттуда выковырить практически невозможно плюс эти васильки при первом дожде сразу валятся и сразу виды никакого все буду здесь убирать их земельки подсыпать накрывать материальчиком черном не хочу сюда посадить сумму сумму до сих пор ковыряю этот ствол потому что ну там просто ну там просто жесть корни вот я сама выкопала три сливы но вот это для меня просто невозможно я прошу мужа ему все время не хватает времени вот и вот я ее потихоньку там ковыряю ей богу как это в песочнице но ковыряю ковыряю когда нить выковырну а вот так здесь вот так сейчас все выглядит я уже есть литературе вам кажется потому что я каждый раз пытаюсь успеть пока от перегрева не выключится камера смотрите красивые граммофон чеки в этом году они чуть-чуть послабже потому что очень жарко и заморозки пришлись прямо вот они вылезли лилии заморозки и слава богу они хотя бы остались но конечно слабенькие слабенькие так что вам тут еще показать мы с вами привы наводкой идем к spring sunrise вот так выглядит spring sunrise вот вот это настоящая spring sunrise хочу сказать еще раз свой на коллекции большое спасибо конечно ну они накосячили но они достойно вышли из этой ситуации вот так на самом деле выглядит елочка spring sunrise она голубая это голубая ель но имеет такой золотистый отлив золотистый отлив у нее тоже светло кремовые приросты и сама хвоя у неё такой имеет золотистый отлив как видите хвойная коллекция не прислала мне какую-то по девяточку у них там по моему в трех размерах это елка если я не ошибаюсь смотрел давно могу ошибаться но как минимум в двух ну как от малыша вот до пятилитровки и знаете напросилась не я сама но я очень рада что мне предложили на замену большой саженец но это конечно справедливо вот такая вот spring sunrise горшочек была она в пятилитровом ну какой как выглядит 5 литров горшок я думаю вы все в курсе вот имейте представление саженец примерно 50 сантиметров хорошо сформирован разбитвлен вот так настоящее выглядит а spring sunrise конечно я ее посадила и притянила есть у меня еще много посадок в такую жару приходит растение последние и деваться некуда надо сажать потому что в горшке передержка гораздо хуже нежели в земле ну и конечно все это я дело притянула давайте на этой клумбе мы не будем с вами останавливаться в нескольких обзорах я первый и показывал поэтому просто сейчас такой вечер мягкий сейчас мы просто пройдемся посмотрим обойдем участок вот это на фоксе обойдем участок и где-нибудь остановимся на какой-нибудь клумбе которую я давно не показывала как видите вот эти кратеры это вакантные места выкопаны здесь были плодовые я их показывала вот постоянно забываю показывать вам пик то помните у меня между двумя клумбами мы дальше пойдем я покажу было пик то и вот она сюда было пересажена и там сейчас такое место даже не поймешь что там было когда-то растение здесь уже начинает расформироваться мой маленькая мои маленькие ясли видите здесь были выкопаны восточная елочка лаки страйк здесь была выкопана в итоге остается здесь три изельки они будут выкапываться осенью канадский я здесь оставлю буду делать им каркас от входа снега не вижу смысла пересаживать а вот эту надо канадскую елочку перетряхивать перетряхивать потому что она была высажена с клумбы и видите там затесались в ней лилии и надо будет осенью корневую прям перебирать и вытаскивать постараться спасти и лилии и канадскую елочку вы знаете что канадские елочки не терпят они абсолютно не терпят когда что-то в не попирается ну и розочка ну и розочка здесь по моему и обе стрима но могу ошибаться не полезу я в куст смотрите у меня расцветает сортовые сейчас на скидку сорт не скажу сортовые лилии неким вот это по моему меня blue wonder смотрите розочка красиво так не пойдемте пойдем можем аккуратненько здесь с вами пройти посмотрите это у меня глаука процера глаука прострата все хорошо но я и здесь не притеняла потому что ну здесь и так получен из то место смысла нету притенять вот так здесь все выглядит друзья посмотрим и давайте все таки эту часть участка я больше всего показывала royal frost шикарная выросла просто шикарная вот здесь я все уже показывала давайте пойдем тогда в более молодую клумбу покажу не часто которую мне не доформированы вот кедровый плане не как у меня руки не дойдут как-то вот их закрепить проволокой ей черная аурея сейчас 16 июля так мои дорогие садовники огородники выглядят мой участок видите много стульев а много опор где-то стул где-то табуретка спасаемся как можем от жары значит что из каких новых новостей загибается у меня бренд more blond она выпустила приросты и потом повесил их петельками каждый день уйти котя пришел каждый день я отливаю hb101 hb101 дорогущий препарат не жалко каждый день отливая но безуспешно видимо все таки она обгорела последней силой у нее потратились на 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 выпуск приростов и все и все каждый день отливаю hb101 но пока результатов нету сейчас такой уже вечереет такой глубокий вечер очень красиво все так мягко вообще хотела снимать когда плеваешь такие яркие краски такой запах стоит растение дышит полной грудью и прям как конечно шикарный хвойный запах посмотрите какие лилейнички какие лилейнички расцветают и скорее всего очень быстро отцветут очень жарко могут обещают обещают уже через пару дней погода нормализуется и будет полегче здесь у меня тоже новиночка вы знаете с новиночками я вас познакомлю не стала я снимать распаковки как-то мне кажется не очень какие-то хорошие отклики у меня распаковка вот поэтому новиночки все мои притенены снимать сетки я не буду а вот и обязательно когда сетки будут снятых мы с вами посмотрим посмотрите какой сейчас просто блюбанет голубая шляпа какой же это был страшный саженец и вот вот даже видно видите по кроне посмотрите какой сейчас вот обрастает и перспектива растения просто супер терминал посмотрите налились желтые капельки вот как раз из-за очень необычный цветоприростов карликовость вот эта елочка была мной очень любима вот и поэтому у меня конечно саженец прошлого года погиб потому что мне кажется какой-то глубокой заморозки был привезен мне вот и сейчас вот здесь тоже у меня саженец видите даже какие конструкции стараешься делать чтобы сохранить растению жизни здоровье вы знаете я мне кажется я своем здоровье так не забочусь насколько пекусь о моих растюшках и как переживаю если какое-то растение погибает вот я смотрю на свою сказку и я даже смотреть на это не могу вот но в любом случае на этом месте я вижу сосной рекуверт и в любом случае вы знаете мне муж сказал жизнь по моему нашей лиственницы капец ищи другую я все-таки вы меня знаете я борюсь каждый день я проливаю дорогущим препаратом hb101 вот и стараюсь все таки спасти спасти и для меня каждое растение дорого вот так что я думаю вы меня понимаете blue diamond смотрите моя красотка blue diamond пересажена в прошлом году вы знаете она тоже повесила в какое-то время повесила свои приросты и экстренно прям в тройной дозе я начала проливать и она быстро отозвалась на быстро отозвалась и все я ее вытащил из того света конечно только пересажена осенью растения стоять абсолютно на полном солнце у нас уже какой третий месяц пекла без дождей вот и она конечно умничка она конечно умничка отозвалась а вот по поводу подкидыша ребят не зря просто так нам ее отдали а вы знаете эта елочка новогодняя а если кто знает новогодние елочки это просто выкопанные практически без корней елки поэтому вот я два года борюсь за ее жизнь прошлом году она выдала вот такие маленькие приросты и они отсохли и мне кажется только своими стимуляторами я поддерживаю в ней жизнь мы немного прокопали посмотрели что корней у нее почти нет просто практически нет так что ствол у нее очень легкий очень легкий теплый и скорее всего ствол не жену не живой и вот это вот уже вот это вот уже мне кажется огонь и это гоня хвоя еще держится но тут конечно мне кажется надеюсь за счет того то что я постоянно ее проливаю постоянно проливаю стимуляторами я очень надеюсь что над зовется но конечно я глаза то вели свои так но давайте обратим внимание что у меня здесь есть все-таки по растюшкам надо давать общие планы давайте на растюшки посмотрим а сюда был посажен вот ян бычевский такой классный смотрите по моему это александр маккенди вот маленькая-маленькая сербская елочка называется она биран очень-очень прям такие приростики маленькие-маленькие давайте так посмотрим это глобоза глобоза помним отсекаем кто хочет лучше отсекаем верхушечные побеги это миттенвальд смотрите миттенвальд вот такая у меня красотка давайте выборочно будем смотреть открыто у меня уже вид хорст вид хорст была прошлом году пересажена она на полном солнце и по-моему ей вообще очень нравится очень нравится что здесь у меня еще шикарная пихта благородная обезала или без аро но надо ее отсюда пересаживать покупала как карлик но видела в живую а без аро такую же подрощенную и вы знаете это но полноценная такая полноценная большая большое растение ну прям не огромное но не карлик никак не карлик так что надо пересаживать хочу обратить внимание какой сегодня я сказал 16 июля да вы посмотрите тейлор санберст на полном солнце еще весь такой золотистый очень красивый такой цеплячий видите просто достойная сосна посмотрите как долго держит она свой шикарный прирост набирает уже соцветия гортензии чтоб такое вам интересненько сейчас я иногда могу почаще наверно снимать если получится чтобы вам такое показать вот это вот у меня геркулес гортензия я его еще не формирую я обычно даю кустику три года чтобы вот эта ботва давала нарастить корни потом где-то через три года я уже начинаю читать чикать так что пойдемте вот я давно вот это вот не показывала это не показывал тут плюс тенечек у меня хотя бы камера не будет огреть потому что я в два раза отключалась вам то конечно все склею а golden спрейдер их то нордмана golden спрейдер вот такая красотка классненько так но пушек кто не знает пушек пушек знает все так это у нас грин ты так я уже все время их путаю грин твист и теникерлс нет это теникерлс а грин твист у меня к сожалению погиб но я надеюсь все-таки удастся мне может быть еще один саженец приобрести может быть так моя новая любовь ну как это новая любовь так говорю как будто я это нет это тоже моя любовь открыла для себя сосну так сосну у нас так вот вот скажите мне вот забыла флексис флексис чё нас флексис это у нас а мягкая да сосна мягкая боялась я сосна мягкая лил вульф маленький волчонок мой такой классный просто очень мне понравился недавно видели мы с вами делаем дисголд доктор лэндис голд по моему диа кто как говорит тоже золотистая форма мелко цветковые классненько смотрите мой шеф джозеф я честно говоря не успела в этом году его мой джебельс голдал спринг смотрите какой он уже прям хорошо так подрос очень вообще здорово никак не могу куда-нибудь блин протянуть эти коньки все хочу все как-то не очень так пересажена сюда моя по моему даймон руш даймон руш тоже маленький кустик будет тоже годика три сидеть потом я его по чайку сисилия сисилия на штамбе вот такой красивый саженец очень такой очень мне нравится эта елочка вот этот цвет конечно тоже и не голубой и не зеленый вообще классно так вот это у меня танюша танюша посмотрите какой большой саженец уже такой прям полноценное осмотребельное растение классно очень красиво растопыренная хвоя вот это мой маленький зайка вот это моя прелесть вот это мой кулачок такой маленький хорошенький вот это репли бру очень интересно мне будет наблюдать за развитием этой маленькой маленькой елочки тоже надо такая мне кажется это метла метлы просто классно шикарная вот эта елочка этого елочка лоба энгельманка и даже когда приросты такие уже колючие все равно выглядит как мягкая плюша классный такой вот он уже хорошенький большой просто люблю энгельманки энгельманки люблю хоба лоба джаспер лейк просто хочется их все снега очень классно вот это маленький такой классные гиохансен хайм очень такой маленький приростики надеюсь ты мне такой маленький будешь да все-таки вначале стараешься я помню себя когда дачи купили стараешься прям брала списки что растет очень быстро потому что хотелось все все прям чтоб сразу тебя прям и это мнение на взрослого дерева на участке не было вот а сейчас да уже прошло время стараешься покупать чем меньше тем лучше то что время идет и мы они прям вот как-то очень быстро начинают расти ращения да хотя так кажется все-таки прин 11 лет прошло вот это герман наус микрофлор вообще микрофлор какие-то вообще особенные такие растения смотрю них не похожи на общую линейку сорта вот это герман нау как-то блин не особо она на германом похоже но вот питомник мама клянется что вот это герман нау а вот она микрофлоровская этикетка и моя мелкий вей и моя мелкий вей который что-то тоже не очень похожа на млечный путь может она забыла что она млечный путь но надеюсь помнит но вот говорю питомник мама клянется зубы все дает берет точно млечный путь будем смотреть 10 процентов у меня осталось до того как камера зарядится видимо ей зайки тоже очень жарко я сейчас ходила искупалась на водохранилище а вот у камеры такой привилегии нету вот наблюдаю меня 9 процентов посмотрите у меня есть брекер а из брекер ну надеюсь у меня последнее время получится почаще поснимать когда будет отпуск посмотрим что я вам не показывала так это граффити граффити я вам показывала нет на и граффити не показывал смотрите граффити тоже такой видите не обрезанный кустик тоже еще пару лет ему дам и будем резать midnight winter midnight господи midnight gold это пихта нормана посмотрите все что было под снегом все в прекрасном состоянии вышли прирост и все классно все что сверху конечно пострадавшие но живое он пробуждается новые почки вот но тоже она мне поддерживается больше чем поддерживать я сам так и будет ну как не показать вот этот вот просто вот это чудо изумрудно изумрудное чудо . подбиты камушками ракушками очень красиво очень красивая пихточка на дольки сам корейская вот это сейчас вообще вот эти пихточки сколько слепнее эти пихточки карликов это вообще это вообще новая прям вот новые прям прелесть влечения классно очень красиво так ну давайте к чему бы нам еще подойти давайте посмотрим раз уж мы здесь правда под табуретку поэтому табуретку я снимать не буду вот так выглядит прокомбинсы если вы смотрите меня помните про комбинс на штамбе я потеряла на штамбе конечно это не для моего учащения еще раз у меня опять уже пять процентов за заканчивается заряд все ребят под прокомбинс да на штамбе не для моего участка совсем не дает мне ничего снимать какие-то у меня тут почти технические тоже неполадки тут вот видите хекция благородная притяненная вот ну немного конечно сумбурный такой получился отзыв друзья чуть-чуть зарядила камеру снимаю конечно после того как я с вами попрощалась но решила вам снять как я поливаю извиняюсь за музыку вот побежать выключить я не успела я вам чуть-чуть час пару минуток покажу вот так вот я поливаю а вот сейчас мои клумбы украшают желтые шланги но это необходимость при такой жаркой погоде не могу я вечно их вытаскивать и затаскивать чтобы было все красиво чтобы было все супер-пупер вот так друзья окрашивается посмотрите как ярко окрашиваются растения как радио града не водички и знаете я еще не показала вам ставлю это обязательно видео мы с вами пройдемся мне вообще супер настроение вообще очень люблю поливать очень люблю поливать когда понимаешь что просто по кайфу делаешь растением что им хорошо и на самой душа поет посмотрите черная елочка аурея одна из самых красивых елей которые я когда-либо но не передает вот я смотрю вживую поверх камеры и а вижу что показывает мне камера не передает она ну со мной многие согласятся любители хвойных растений а здесь у меня та глубика которая цветет у меня кустики молодые к сожалению вот сегодня прикрыла такой сетки потому что другую меня нету другая мне пришла в него то есть надо заказывать а птицы очень успешно обирает мою подрошенную голубику вот что я вам еще хотел показать друзья те места вот где были выкопаны деревья это получается у меня вакантное место тоже место черешки ведь которая ковыряю свободное время да вот вот она место мои кратеры здесь будут сажаться хвойные растения такие вот хорошие копномеры кто-то из вас скажет женя ну как тебе не стыдно что же к будут кушать твои дети есть у моим детям покушать раз участок большой и растение и деревья было посажено очень много с учетом моих выкопок у меня еще шесть слив еще там три вешни черешни там т.д.т.п. шесть слив шесть четыре груши яблоки а даже считать не буду вот поэтому не хватает а вот эти выкопанные деревья все здесь будут сажаться хвойные растения очень хочу все вот все считает что у меня то сосна мягкая пирамидали с вандервульф и я очень захотела посадить себе настоящий вандервульф при медали с очень не привлекает это шикарная сорт сосен мягких гибких как они их еще называют очень красиво и посмотрите сюда у нас вводившиеся место я посадила пихту фрайзера смотрите вот здесь и конечно я ее притянила я ее притянила спринг-сан раз я вам уже показывала ну вот давайте посмотрим еще кусочек подзарядила я камеру и все-таки решила хочется с вами прогуляться меня давно не было и у меня такой голод голод по обзорам по моим зрителям везде здесь огромный ящик здесь была видела видела ушла в забвение и была посажена сюда еще одна процера главка прострата вот ведь она более такого изумрудного цвета потому что долго не видела солнце вот такой стрёмный ящик и и притеняет давайте я вам покажу вот это место мне она очень радует знаете почему потому что потому что здесь уже практически ничего нет остались растения те которые как хочу посадить на другой участок весь заросший я надеюсь все таки в этом или в следующем году мы им займемся постараюсь поснимать если будет при мне камера что у меня здесь еще осталось а вот этот штамбик страшники это пигельми это пихта одноцветная пигельми покупал я в интернет-магазине как вы видите я вы не рекламирую потому что прислали а дохлый саженец мне вот должны сегодня за него вернуть деньги ну и поэтому я вам его не рекламу не рекламирую знаете мне дороже мое имя и если у меня какие-то негативные негативные какие-то какой-то опыт от того или иного интернет-магазина я вам просто о нем не говорю вот это был негативный вот вот давайте я вам покажу вот это пигельми ведь одноцветная я уже обрезал то что погибло я ее проливаю но вот закнулась то что осталось то есть он изначально пришел уже весь полусухой мне попытались объяснить что ну как вы хотите эта дорога пихты плохо дорогу переносит ну извините меня пожалуйста ко мне в этом сезоне в такую жару пришло пик наверное 5 и все они прекрасны а вот это видите вот этой жарко это просто изначально полудоклый саженец но спорить они со мной не стали должны сегодня деньги вернуть вот так вот у меня уже осталось совсем чуть-чуть больше саженцев нет вот так ребят все выглядит кто-то копает у меня активно а в колумбе не вылазит не вылазит нет вот этих холмиков от кротов но кто-то копает кто-то копает завелся где-то вот прямо чуть-чуть приподнятый материал там очень много червей не верьте тем кто говорит что там склизкая земля там огромное количество червей и вот у меня тоже какая-то зараза там завелась и вот все перекапывает вот эти вот червей там поедает так ну что даже уже не знаю что сказать вроде все сказала все показала с вами прощаться не хочется вы понимаете что сейчас я снимаю после того как сын попрощалась и вставлю вставлю где-нибудь в середине видео вот ну давайте что-нибудь вам показать такое вот начиная снимать все вылетает из головы ну давайте я вам ёжика покажу вот такой вот у меня новый саженец вот такого джейзик сосна горная джейзик вот такой вот я ему шалашик укрытие сделала и вот он приживается ну вот так друзья я слушаю музыку сейчас надо будет конечно чуть сделать потише уже вечереет вот я поливаю вот и прекрасно провожу время ну давайте две минутки помолчим правда сейчас я музыку не выбираю это радио идет музыка и чуть-чуть с вами посмотрим сад мой маленький еще такой не сильно оформившийся сад сейчас меня видимо обольет сразу хочу сказать что в этой части был ой облело в этой части был дом кирпичный еще ну 34 года назад да здесь был дом вот еще надеюсь в этом году избавимся от этого контейнера вот так все постепенно своими руками вот но пойдем дальше вставлю я этот кусочек середину моего обзора на дело вас вам понравилось и а и и и и и и и и и Спасибо за ваше внимание Что побывали на моем канале Спасибо за вашу поддержку Я всех от души просто благодарю Спасибо вам большое за просмотр Увидимся в следующем видео Пока-пока Я вас всех люблю